рассказ пойдет про топ-5 игр в рамках чемпионата и кубка ссср 1980-х и так представляю любителям истории футбола пятерку самых лучших матчей внутренних турниров советского союза 1980-х годов поединков решающих привлекающий всенародный интерес поэтому эти футбольные сражения помнят до сих пор и восторгаются ими до сих пор те кто видел конечно делить по местам не буду просто озвучу пятерку лучших матчей ссср по временному критерию 31 октября 1980 года республиканский стадион в киеве был переполнен под завязку что и неудивительно ведь лидеры чемпионата ссср динамовцы валерия лобановского принимали действующую чемпиона московский спартак который шел по пятам отставая на три очка за 5 туров до финиша советского первенства побеждают подопечные константина без кого и они уже на расстоянии всего одного балла 100 тысяч зрителей радостно приветствовали быстрый гол леонида буряка со штрафного когда голкипер сборной страны ренат дасаев каким-то немыслимым образом пропустил мяч под собой хотя оказалось уверенно брал в руки киевляне не сбавляли оборотов продолжали атаковать и на 73 минуте все тот же лёня буряк при помощи спартаковского рикошета удваивает преимущество динамо 20 сильнейший клуб украины отрывается от народной команды россии на 5 очков и уже не уступит лидерство став недосягаемым для соперников предпоследнем туре радости было в войне потому что киевляне вернули себе звание сильнейшего клуба ссср после трехлетней без чемпионской засухи 6 ноября 1983 года 35 тысяч счастливчиков которые утрамбовались на стадионе метеор в днепропетровске теперешнем днепре как пресловутые сельди в не менее знаменитой бочки жаждали только одного стать свидетелями чуда под названием днепр чемпион ссср это было немыслимо невероятно но реальностью команда под руководством тандема владимир емец тренер геннадий жизник папа начальник сенсационно прошла дистанцию советского первенства на одном дыхании перед решающим поединком спартак оставала днепра на 2 очка и была высока вероятность дополнительного золотого матча спартаковцы молодцы уставшие после недавней победы в кубке уефаната стон виллой отказались от переноса финального матча сезона на пару дней а пропустив два гола сумели выровнять положение 2 2 и вот тут то и последовал тот знаменитый прорыв геннадий литовченко который мог но не захотел прорывать грубым приемом сергей базу лев потому что это противоречило духу спартаковской игры в итоге олег таран забракованный киевском динамо лобановским оформил хитрик удар с пенальти александра лысенко как контрольный выстрел 42 днепр впервые в своей истории чемпион после чего до конца 1980-х станет еще одним лидером советского клубного футбола на ровнее со спартаком и киевлянами а спартак опять остался без золотых медалей 7 декабря 1986 года все футбольные дороги ссср вели в киев да и не только союза древний город на берегу седово славутича приехала вся европа на решающий поединок советского чемпионата пожаловали корреспондент из фрг франции италии испании британии не считая представителей соц стран что и неудивительно после таких-то блестящих футбольных гастролей которые выдавали хлопца лобановского на протяжении всего сезона на футбольных полях мира киевлянам нужно было только победа любой другой результат всего лишь третье место после московских динамо и спартака изюминки тому финальному противостоянию добавлял факт что московских динамовцев возглавлял эдуард малофеев которого на посту главного тренера сборной ссср перед самым чемпионатом мира в мексике 1986 приказом свыше заменили на валерия лобановского в первом московском матче который состоялся 29 ноября 1986 года киевлянам удалось отскочить после гола василия раца на 75 минуте он же к бешеной радости 100 тысяч на республиканском стадионе открыл счет в решающей битве а когда игорь беланов четко реализовал пенальти за снос в штрафной площади московского динамо анатолия демьяненко радость вообще переполнила всех болельщиков киевской команды ведь золото вот оно только руку протяни после перерыва пришлось испытать немало нервных минут особенно после того когда игорь колыванов сократил разрыв счете до минимума но справедливость восторжествовала и динамо киев сезоне 1986 объял необъятное выиграл все турниры в которых принимал участие а потом к 12 золоту больше всех в ссср на тот момент добавились еще две радости александр заваров лучший игрок ссср игорь беланов лучший футболист европы 14 июня 1987 года финале кубка ссср встречается динамо цикки его и минска 75 тысяч зрителей на московских лужниках стали свидетелями пожалуй не только лучшего кубкового финала но и вообще решающего матча внутренних турниров за всю историю советского союза шутка ли белорусы дважды вели по ходу встречи но в итоге проиграли по пенальти на гол георгия кондратьева ответил точным ударом василий раз на 45 минуте только вот гол раздевалку влетел противоположные ворота виктора чанова андрей загмантович четко реализовал пенальти когда сергей олейников на 60 минуте удвоил преимущество минского динамо казалось что у кубка ссср будет новый обладатель только вот киевляне были категорически против ими так в том сезоне пошел дикий нефарт так что сдаваться хлопцы лобановского и не думали особенно после того как на 63 минуте олег кузнецов бесподобным ударом со штрафного вогнал мяч в сетку ворот андрея сацункевича прямо в девятку после чего украинцы неистово атаковали и были вознаграждены за свою настойчивость последние мгновения основного времени дальше цитирую заслуженного мастера спорта ссср алексея водягина который написал репортаж о финале в еженедельник футбол хоккей лишь когда секундная стрелка пошла на последний круг у минских динамовцев наверное затепилась мысль что вы стояли победили оставалось чуть менее полминуты взгляды многих зрителей приковывала уже не игра они не сводили глаз с арбитра вот сейчас скинет руки и тут в атаку слева двинулся демьяненко сделал перевод на право первый удар яковенко парировал вратарь второй отразил загмантович на мяч у заварова его удар зрячий точен минуя всех влетает сетку бутенко показывает игроком секундомер я потом справлялся стрелки оставалось отчислять 10 делений дело дошло до послематчевых пенальти и вот тут то сдали нервы у двух ветеранов минского динамо 2 сергеев бывший игрок сборной ссср боровский не смог переиграть чанова а действующий лидер сборной лобановского олейников не попал в рамку ворот зато все четверо киевлянина анатолий демьяненко алексей михаличенко сергей болтача и владимир тушенков были хладнокровно точны динамо киев супер драматичном поединке выигрывает кубок ссср который станет единственным завоеванным трофеем команды лобановского трех сезонах 1987 89 годов финал кубка ссср совсем не зря назовут всем финалом в финал 23 октября 1989 года московскому спартаку чтобы досрочно завоевать свои 12 советское золото и окончательно опередить дни при евгении кучеревского нужно только побеждать своего заклятого друга киевская динамо быстрый гол олега протасова после грубейшей ошибки голкипера спартака станислава черчесова на третьей минуте максимально осложнил задачу подопечным олега романцева и хоть после перерыва олимпийский чемпион сеула 88 евгений кузнецов точным ударом вернул спартакам надежду на время уходило как сквозь пальцы песок а ворота виктора чанова так и не удавалось поразить во второй раз больше того все тот же неугомон и протасов вполне мог помочь своему бывшему клубу днепру приблизиться к спартаку вплотную но на сей раз черчесов действовал просто блестяще а потом было то незабываемая 90 минута пожалуй самая запоминающаяся самая знаковая и знаменитая 1980 годы динамовцы близи своей штрафной площади нарушает правила спартаковцы вроде бы никак не могут решить кто будет пробивать и тут следует резкий удар валерия шмарова отчаянный бросок чанова бесполезен мяч летает девятку 2160 тысяч зрителей на стадионе в лужниках буквально сошли с ума от нахлынувшего на них счастья спартак вырвал победу киевского динамо завоевал свой 12 в истории чемпионский титул и сравнялся по этому показателю с киевлянами правда через год хлопцы лобановского дважды по 3-1 обыграет спартак и спустя четыре года вернуть себе чемпионское золото 13 что я останется вечным рекордом уже не существующей красной империи с вами был саныч до новых встреч